здравствуйте меня зовут мыльникова ольга я студент академии йоги поток 21.3 и в рамках стажировочных часов я сегодня провожу практику практика йоги направленная на мягкое раскрытие тазобедренных суставов уровень сложности 1 2 3 по пятибарренной шкале нежелательно выполнять эту практику если у вас острые воспалительные процессы опорно-двигательного аппарата в частности тазобедренных суставов нужно подождать когда пройдут воспалительные процессы и приступить после к практике нежелательно выполнять женщинам первые дни цикла потому что будут перевернутые асаны также если у вас проблемы с запястьем то желательно выполнять асаны не с ладоней с упором не на ладони а с предплечьем встаем на локти предплечье и выполняем упражнение так не должно быть никаких болевых ощущений должно быть мягкое легкое растягивание организма приступим начнем с разминки разминку сегодня будем проводить сидя на ягодицах можно скрестить ноги сесть с ухасану либо же тем кому сложно потому что есть люди которые после реабилитации например или после травмы на реабилитации им очень часто сложно скрестить ноги потому что есть небольшие сложности раскрытия собедра поэтому вы можете сидеть с прямыми ногами найдите удобное для себя положение настройтесь на практику направьте макушку вверх спина прямая спина не ускорбляется в поясничном прогибе подтяните низ живота и за макушкой вырастаете вверх если сложно если не окрепшие мышцы спины возьмите блок и подложите его под ягодицам колени соответственно упадут чуть пониже опустятся и вам будет проще сидеть в практике вам могут сегодня понадобиться блоки а также ремень во время разминки да еще будет пару асан где возможно тоже вам понадобится ремень и так настраиваемся на практику закроем глаза сделаем спокойный ровный вдох спокойный ровный выдох подтяните ниже живота зону промежности направьте ягодицы вниз раскройте грудной отдел позвоночника плечи вниз макушкой стремимся вверх укладите руки на нижние ребра пальцы направлены назад большие остальными пальцами обхватите себя под грудью и так делаем глубокий спокойный вдох подтянут ниже живота и ощущаем как на вдохе раздвигаются ребра в разные стороны спокойный выдох и ребра сужаются еще один вдох расширяем ребра выдох сужаем реберные отдыхаем желательно в практике использовать его и еще раз вдох и выдох начнем нашу разминку с движения шеи подтяните ниже живота макушкой направьте вверх и направляйте левое ухо к левому плечу вдох, выдох правое ухо к правому плечу вдох, выдох вдох, выдох вдох, выдох вдох правый почувствуете как расстягиваются мышцы по правой стороне когда вы направляете макушку влево и вверх А теперь направьте голову вправо и вверх и почувствуйте растяжение по левой стороне. Отлично. Направьте макушку вверх, раскрываем грудной отдел и делаем круговые движения плечами. Помним, что низ живота подтянут, плечи совершают круговые движения. И теперь в другую сторону. Не делайте быстрых резких движений, делаем медленные, ровные, спокойные, вытягивающие, пробуждающие движения. Отлично. Остановимся. Укладываем правую кисть на правое плечо и делаем круговое движение рукой в одну сторону. Бывают такие случаи, что есть какой-то предел. Допустим, вы до сюда поднимаете, а выше уже болевой синдром. Не нужно переходить за грань болевого порока. Доводите до предела и уводите. С каждым разом на полмиллиметра, на миллиметр, на сантиметр. Старайтесь чуть выше уходить в поворот. Итак, в другую сторону. Не спеша, плавно, ровно. Следите за тем, что низ живота подтянут, колени и ведра стремятся на пол. Остановимся, меняем руку и делаем круговые движения рукой. Бережно относимся к своему организму. Плавный, ровный, спокойный. Низ живота в тонусе. Поясница, спина прямая. Макушка тянет нас вверх. И в другую сторону. Еще пару кругов. Отлично. Опустите руки. Немножко стряхните. Может быть напряжение от непривычной работы. Устанавливаем кисти на плечи. И теперь двумя руками рисуем круги. Стремитесь, чтобы локти в центре на уровне груди соединялись. Если нет, то создайте просто намерение. Мысленно представляйте, если они у вас в живую, в реальности не соединяются. Представьте мысленно, что ваши локти уже соединены. Создайте такое намерение. А теперь в другую сторону. Плавные, ровные движения локтями в плечевых суставах. Не зажимайте шею. Расслабьте. Макушку тяните вверх. Прямой позвоночник. Низ живота в тонусе. В центре локти встречаются впереди. А сзади лопатки вы как будто насаживаете на позвоночный стол. Еще пару движений. Так, вижу сердечки. Приветствую вас тоже всех. Присоединяйтесь. У нас началась разминка. Тема сегодняшней практики. Мягкое развитие дозаведренных суставов. Останавливаемся. Выводим руки параллельно полу и создаем круговые движения в кистях. В одну сторону и в другую сторону. Подтяните низ живота. Низ живота в тонусе. Зона промежности в тонусе. Бедра, колени под собственным весом плавно стремятся опуститься на коврик. Опустите руки. Слегка уберите напряжение. Поднимаем руки вверх и делаем круговые движения в локтевых суставах. И теперь в другую сторону. Опустите. Отлично. Заведем руки за спину. Макушкой потянемся вверх. Немножко сделаем такое вытяжение. Плечи направляем вниз. Локти вниз. Позвоночник. Макушку вверх. Подбородок слегка крутим. Отлично. Выводим ноги вперед. Пальцы ног направляем вверх. Подтягиваем низ живота. Можно уйти слегка на опору на кисти, на руки. Если мышцы спины слабые, чтобы не было скруглений. Если мышцы спины позволяют, то в идеале, конечно же, сидеть с прямой спиной. Итак, делаем вдох. С выдохом подтяните стопу к ягодицам. Направьте колено в пол. Выпрямили. Скользим стопой по ковру. Направили колено в пол. Выпрямили. И еще несколько раз. Не спеша. Не травмируем колени. Петра. Суставы. А теперь переходим на другую ногу. Точно так же скользим по ковру. Опустили вниз. Если получается не скользить, а держать стопу на висок, когда подтягиваете пятку к ягодицам, это хорошо. Работайте в таком режиме. Если пока ваш уровень подготовки не позволяет, ничего страшного. Здесь к чему стремится. И еще один раз. Расслабим по три сети коленями. Уберите напряжение. И теперь одновременно подтягиваем и правую, и левую ногу. Скользим по ковру. Опускаем колени и бедра в разные стороны. И создаем осевое вращение тазом. Что это означает? Означает, что мы сейчас копчик подворачиваем под себя. Лобковую кость направляем вверх к нижним ребрам. В этот момент у нас активно работают ягодицы. Бедра, колени стремятся в пол. Еще раз делаем вдох. И с выдохом мы как будто крестец сейчас направляем назад. Вдох. С выдохом лобковую кость на себя и вверх. Стопы склеены, низ живота потянутся. С выдохом крестец направьте назад. Вдох. С выдохом лобковую кость на себя и вверх, нижним ребрам. И назад. Продолжайте работать в своем движении, в своем ритме. Это движение может быть абсолютно на первых этапах незаметным. Может быть буквально движение 2-3 мм. Но постепенно это будет увеличиваться. И еще пару раз направляем лобковую кость вверх, крестец назад. И еще раз лобковую кость вверх, нижним ребрам, крестец назад. Отлично. Собираем колени, выпрямляем ноги. Можно уйти на предплечье, кому сложно. Можно работать с опорой на кисти, а можно сидеть с прямой спиной. Вдох. С выдохом поднимите пятку правой ноги от пола. Отведите вправо, приведите в центр, опустите. Вдох. С выдохом поднимаем, отводим, опускаем. Найдите доступный для вас вариант с опорой на руки, либо на предплечье. Нога поднимается от пола на том уровне, который вам сейчас доступен. Если это выше, можно выше. Не принципиально, можно доступный для вас уровень. Переходим на другую ногу. Левая нога пальцем, ног смотрят вверх. Отводим влево, опустили вниз. Еще раз. Влево, в центр, вниз. Подтянут мне живота. Выдох. Влево, в центр, опустили. Вверх нога. Влево, в центр, опустили. Вверх, влево, в центр, опустили. И еще один раз. Отлично. А теперь переходим одновременно. Правая и левая нога. Поднимаем пятки вверх. Развели в сторону. Привели в центр, опустили. Вдох. Подтянут вниз живота. Подняли вверх. Развели в центр, опустили. Поднимаем. Развели в центр, опустили. Подтянули вниз живота. Выдох. Подняли вверх. Развели в центр, опустили. И еще один раз. Вверх. Развели в центр, опустили. Отлично. Возьмите блок, книгу, Либо визуально представьте, что у вас здесь с правой стороны от правой голени стоит какой-то предмет. Делаем вдох, на выдохе. Поднимаем пятку вверх, задержали. Делаем вдох с выдохом, опустили. Работаем на переднюю часть бедра. Подняли ногу вверх, задержали, опускаем. Подтяните низ живота, выдох, подняли пятку вверх, опустили. Вдох, на выдохе, подняли пятку вверх, вдох, на выдохе, опустили. И последний раз поднимаем вверх, опускаем вниз. Переводим блок на левую сторону, с левой стороны голени. Подтягиваем низ живота, делаем вдох, на выдохе, поднимаем пятку вверх, опускаем вниз. Вдох, на выдохе, подняли вверх, вдох, на выдохе, опускаем вниз. Если сложно сидеть, напомню, можно уйти на предплечье и работать в той амплитуде, в которой вам удобно. И еще один раз. Поднимаем пятку вверх, опустили вниз. Отлично. Пока отложите блоки. Еще одно упражнение на раскрытие грудного. Ноги могут быть прямыми, напомню, либо можете их сложить. Возьмите ремень, полотенце, что у вас есть под рукой, подручную. Разведите руки на том расстоянии, на котором вам комфортно, для того, чтобы вы будете уводить руки назад. Попробуйте сначала взять довольно-таки широкое расстояние. Если чувствуете, что вам позволяет уровень вашей практики слегка сузить, слегка сузьте. Может быть похрустывание, пощелкивание. Но главный показатель не должно быть яркой, острой воли. Итак, совместим мы это движение с дыханием. Вдох, уводим руки назад. Выдох, приводим руки вперед. Еще раз. Вдох, назад. С выдохом приводим руки вперед. Вдох, назад. Выдох, руки вперед. Держите корпус ровно, вертикально, перпендикулярно полу. Не играйте спиной, не сутультесь. Вытягивайте себя за макушку и вверх. Отлично. Отложите ремень и закончим с разминкой. Единственный момент, что мы сейчас еще слегка разработаем суставы голеностопа. Отводим пальцем от себя на себя. От себя на себя. Вправо, в центр. Влево, в центр. И еще пару раз. И круговые движения. Ровные, мягкие, спокойные. Мы никуда не торопимся. У нас с вами целый час. И в другую сторону. Отлично. Все. Закончим с разминкой. И перейдем непосредственно к основной части нашего занятия. Начнем с баласаны. Переводится она как поза ребенком. Направьте ягодицы к пяткам. Уведите корпус на коврик. Руки вытягиваем вперед. Лоб опускаем на коврик. Если у вас есть живот, можно колени развести в разные стороны. Пятки соединить. И стремиться полностью расслабить все тело. Настроиться на практику. Лоб лежит на коврике. И так делаем вдох. С выдохом поднимаем ягодицы вверх. Переходим в марджориасан. Поза кошки-коровы. Устанавливаем пальцы ног на пол. Это важный момент, чтобы не было нагрузки на коленный сустав. Проверяем, что тазобедренные суставы стоят над коленными суставами. И руки ровно перпендикулярны ковру. Плечи, локти, кисти на одном прямом уровне. Подтягиваем низ живота. Делаем вдох. И с выдохом направляем точку между лопаток вверх. Подтяните низ живота. Макушкой стремимся в пол. Копчик стремится в пол. Делаем вдох. Выдох. Еще один вдох. Выдох. И с последующим вдохом направляйте грудной отдел вниз. Макушкой вырастаем вперед и вверх. Копчик стремится назад и вверх. Низ живота подтянут. Пупок стремится к позвоночнику. Поясница расслаблена. И работает только грудной отдел. Только грудная клетка стремится в пол. Лопатки стремятся навстречу к позвоночнику. Дышим в своем режиме. Пальцы и рук расставлены широко. Не нагружайте запястье, а полностью уводите вес на всю ладонь. Дышим в своем режиме. Вдох. С выдохом направляем точку между лопаток и вверх. Как бы сутулая спина. Копчик. Макушка вниз. Подбородок слегка груди. Взгляд направлен между колен. Дышим в своем режиме. И вытягиваем позвоночник. Точку между лопаток и вверх. Сами лопатки мысленно скользят по плечам вниз. Вдох. С выдохом грудной отдел идет вниз. Копчик макушкой вверх. Растягивайте копчик назад и вверх. Макушку вперед и вверх. Грудной отдел стремится в пол. Поясница нейтральна. Подтяните низ желота и зону промежности. Вдох. С выдохом занимаем нейтральное положение спины. Как проверить, что у вас нейтральное положение спины? Приподнимите колени на 1 см от пола. Почувствуйте, что у вас нет никакого прогиба в пояснице. Вдох. Вдох с выдохом опустите колени. И запомните это положение, нейтральное положение спины. И мы остаемся в нем. Подтягиваем низ желота. Переносим вес тела на левую ногу. Правая согнутая нога уходит вправо и вверх. Опустили. Вдох с выдохом вправо и вверх. Это может быть небольшое движение. Как определить свою амплитуду движения? Ваши подвздошные кости должны смотреть вниз. То есть не должно быть вот такого раскрытия. Подвздошные косточки, бугорки смотрят в пол. Вдох. На выдохе отводим ногу вправо. На начальном этапе это может быть небольшая амплитуда. И постепенно это будет увеличиваться. И еще один раз. Вдох. На выдохе правая нога вверх. Опустили вниз. Переносим внимание и вес на правую ногу. Левая нога на выдохе уходит вверх и влево. На вдохе приводим обратно. Выдох влево. Вдох вниз. Выдох влево и вверх. Вдох вниз. И еще три раза. Влево и вверх. Выдох влево и вверх. И еще один выдох влево и вверх. Отлично. Уходим в отдых. В позу ребенка, балансану. Если чувствуете, что ягодицы не достигают пяток, можно взять блок, подложить в складку между внутренней частью бедра и икры. Задней части бедра и икры. Блок. Чтобы у вас было полное расслабление тела. Если лоб не достигает коврика, можно положить блок под лоб. Если у вас не очень большое расстояние, к которому можно подложить руки и так уйти в отдых. Но обязательно в этой астане можно расслабить организм и восстановить свое дыхание. Итак, еще пару циклов дыхания в своем режиме. И мы обратно приходим в позу кошки-коровы. Напомню, если у вас проблемы с запястьями или они у вас слабы, вы можете выполнять это упражнение с предплечьем. Но ни в коем случае не прогибайте зону поясницы, держите ее нейтрально. Между стопами расстояние стопы пальцы ног в пол. Проверяем, что у нас перпендикуляр бедра, перпендикуляр рука. Итак, вдох. На выдохе мы выводим левую ногу влево, назад, параллельно полу. Рука уходит правая параллельно полу. Задержались на 5 секунд. Проверяем, что низ живота в тонусе. Лопатки навстречу друг другу. Точка между лопаток несут улицы. Рука и левая нога параллельны к коврику. Итак, подтягиваем низ живота. Делаем вдох. На выдохе локоть стремится к колену. Колено стремится к локтю. Вдох. Выпрямляем в параллель. Выдох. Подтянули локоть и колено к груди. Вдох. В параллель. Выдох. Выдох. Колено к груди. Вдох. Параллель. Выдох. Колено к локоть к груди. Вдох в параллель. И последний раз. Выдох. Колено к локоть к груди. И опускаем конечности в пол. Уходим в отдых в баласану. Пару циклов дыхания в своем режиме. Восстановите дыхание. Расслабьте мышцы, которые были напряжены. У нас нет задачи с вами устать. У нас есть задача плодотворно поработать. И так. Встаем обратно марджориасану. Пальцы ног на расстоянии стопы. Пальцы ног в пол. Подтягиваем низ живота. И сейчас у нас уходит правая нога в параллель с полом. Пальцы ног смотрят в пол. Левая рука вперед и параллель на пол. Задержались на 5 секунд. Низ живота подтянут. Проверяем, что лопатки навстречу друг другу. Нет сутулости. Макушкой тянемся вперед. Не заламываем шею. Не зажимаем шею плечами. И так. Делаем вдох. С выдохом правое колено, левый локоть к груди. Вдох. Параллель с полом. Выдох. Колено, локоть к груди. Параллель с полом. Выдох. Тягиваем к груди. Вдох. Параллель с полом. Выдох. Колено, локоть к груди. Вдох. Параллель с полом. И последний раз. Выдох. Колено, локоть к груди. Опускаем конечности в пол и уходим в отдых. Баласана. Восстановите дыхание. Ягодицы на пятки, лоб опустите на ковер. Спокойное, ровное дыхание в своем режиме. Итак, делаем вдох. На выдохе выводим руки вперед, параллельно друг к другу, лоб пока на коврике. Подтяните низ живота, делаем вдох с выдохом, поднимаем корпус, переносим вес тела на кисти, пальцы ног устанавливаем в ковер и выходим собаку мордой вниз. Пятки стремятся в пол, можно попереминать себя с ноги на ногу. Ягодицы стремятся вверх, лопатки от позвоночного столба в разные стороны. Вы как будто плечи тоже хотите развернуть в разные стороны. Подтяните низ живота. Если чувствуете скругление в спине, подсогните ноги. Вдох, выдох. Еще один вдох. И с выдохом поднимаем левую ногу вверх. Если этот вариант недоступен переходу, уйдите в марджориасану. И из марджориасана уже подтяните стопу вперед и установите ее между ладонями. Вдох, лопатки навстречу друг другу. Выдох. Подтягиваем низ живота, делаем вдох. Переносим вес тела на левую ногу. И аккуратно подтягиваем правую ногу к левой стопе. Мы сейчас с вами уходим. Артха-лопатанасану. Пальцы ног, пятки полностью весь на стопах. Ягодицами стремимся вверх. Руки перпендикулярны полу. Спина прямая. Если чувствуете, что спина скруглилась, возьмите блок. Слегка вы вырастаете вверх. За счет этого спина будет более прямой. Подтягиваем низ живота. Укладываем нижние ребра, живот на переднюю часть бедра. Подсогните ноги. Вдох. И с выдохом стремимся направить ягодицы вверх. Выпрямить ноги. И опять подсогнуть. Еще раз вырастаем ягодицами вверх. Выпрямляем ноги. Чувствуем работу по задней поверхности ног. Проверьте, что у вас ягодицы не убегают далеко за линию пяток. Вы как будто бы прижаты ягодицами и пятками к невидимой стене. Вдох. Выдох. Еще один вдох. Сгибаем ноги. Представьте, что вас за ягодицы потянули назад. И вы садитесь ягодицами на невидимый стул. Заведите сейчас правую и левую руку за спину, за поясницу. И вырастайте макушкой вверх. Под катасан. Нагружаем стопы. Заднюю поверхность бедер, ягодицы. Включаем в работу. Все в тонус. Низ живота подтянут. Естественный прогиб поясницы. Бедра стремятся в параллель с полом. И мы как будто хотим сесть на край невидимого стульчика. Спина прямая. Лопатки навстречу друг другу. Выводим руки вверх. Если чувствуете, что готовы это сделать. Если нет, оставьте руки на том месте, где они были. Итак, вдох. С выдохом вырастаем в прямую линию. Макушка вверх. Опускаем руки. Тадасана. Восстановим дыхание, если оно у вас сбилось. Подтяните низ живота. Вдох. Выдох. Раскрываем грудной отдел. Еще один вдох. И с выдохом делаем шаг правой ногой назад. Проверяем, что ноги прямые. Подверните лобковую кость вперед. Вверх. Нижним ребрам. Раскрываем грудной отдел. Пальцы правой стопы смотрят слегка влево. 45-60 градусов. Пальцы левые ноги в сторону узкого края ковра. Мы переходим с вами в Пашваттанасана. Для этого заверните подвздошные кости в сторону узкого края ковра. Подсогните левую ногу чуть-чуть слегка. Вдох. И с выдохом уводим корпус вниз. Стремимся уложить низ живота на переднюю часть бедра. Стремимся голову уложить на колен и лоб. Вот сейчас мы делаем вдох. И с выдохом выпрямляем левую ногу. Чувствуем работу по задней поверхности левой ноги. Спокойный, ровный вдох. Выдох. Если вам сложно так удержаться, возьмите два блока. И выведите руки на блоки. Но слишком не переносите вес. Итак, вдох. Выдох. Активно работают ягодицы. Если чувствуете, что можете обхватить левую ногу, руками обхватите. Можно уйти в углубление практики. Завести руки за правое бедро. Вдох. Выдох. Чувствуем работу ягодиц. По задней поверхности левой ноги. Пятками стремимся соединить коврик. Мысленно мы сталкиваем пятки друг к другу. Вдох. С выдохом подсогните левую ногу, чтобы не повредить мышцы. Выводим руки за спину. Если сложно подниматься вверх с руками за спиной, выведите руки на бедро и помогите себе руками. Вырастаем за макушкой вверх и выпрямляем левую ногу. Закрываем левую стопу. Раскрываем правую стопу вправо. Пальцы левой ноги смотрят влево. Пятки либо на одном уровне, либо пятка правой ноги режет арку левой ноги. Можно даже слегка и для баланса, если у вас нет устойчивости, вывести пятку чуть-чуть вперед. То есть не на одной линии, чтобы они у вас были. Итак, вдох. Подтягиваем низ живота. С выдохом заворачиваем подвздошные кости вправо. Раскрываем грудной отдел. Заводим руки за спину. Подсогните правое колено. Вдох. И на плавном выдохе уводим корпус вниз. Если сложно контролировать, вы увидите руки на бедро. Если нет, то уходим в наклон. Вдох. С выдохом выпрямляем правую ногу и чувствуем оттяжение по правой ноге сзади. Правая и левая нога прямые. Ягодицы активны. Пятками стремимся стянуть коврик на себя. Помним, что если сложно находиться в таком положении, возьмите блоки под правую и левую руку. Установите блоки. Нос сильно непереносительный, вес на руки. Вдох. Можно обнять. Правую прямую ногу. Можно обнять левую ногу. Вдох. Подтянут вниз живота, зона промежности. Работаем ягодицами. Еще один вдох. С выдохом подсгибаем правое колено. Выводим руки за спину, либо на бедро и помогаем себе вырасти за макушкой вверх, за круглой, либо прямой спиной. Выпрямили правую ногу. Выпрямили правую ногу. Отлично. Закрыли правую стопу. Соедините ноги. Выпрямили правую ногу. Выпрямили правую ногу. Направляете кисти вниз. Проводим мысленно перпендикуляр в пол. И где у нас голеностоп, значит, этот перпендикуляр и есть ваша рабочая зона ног. Проверяем, что стопы параллельно друг другу, пальцы ног слегка ослабят вовнутрь. Вдох. Подтягиваем низ живота. Подверните лобковую кость на себя. Подворачиваем копчик под себя. Раскрываем грудной отдел. Заводим руки за спину. Для травмы безопасности слегка подсогните ноги. Я вам встану боком, чтобы вам было более понятно. Подсогните ноги слегка. Подтяните низ живота. Сгладьте поясничный прогиб. Не должно быть удочки. И сейчас мы уходим в наклон на согнутых ногах. Но обратите внимание, что у вас ягодицы не должны уходить далеко. У вас невидимая стена сзади вас. Пятки и ягодицы на одном уровне. Итак, на подсогнутых ногах, с прямой спиной, нет прогибов поясницы, мы уходим вниз. Ягодицы, пятки на одной линии. Уходим вниз настолько, сколько нам позволяет уровень подготовки. Если сложно себя держать в этом положении, возьмите блоки под руки. Установите и находите свою рабочую амплитуду. Не скручивайте спину. Это главное показать. Можно поставить руки в пол. Вот теперь делаем вдох. С выдохом направляем ягодицы вверх и стремимся выпрямить ноги. Если в этот момент скруглилась спина, берем блок. Уходим слегка выше и стремимся здесь выпрямить ноги. Если уровень вашей растяжки и подготовки сейчас позволяет вам, и вы готовы уйти ниже, уходим на предплечье, либо можно взять себя правой рукой за правую голень, левой рукой за левую голень и также углубляться. Но помним, что спина должна быть прямой. Здесь мы чувствуем работу по задней и внутренней стороне ног. Низ живота подтянут, спина прямая. Уходим за счет осевого вращения тазом, которое мы с вами делали в разминке. Крестец направляем вперед и вверх. Вдох. С выдохом уходим на углубление. Со вдохом стараемся расслабиться. С выдохом углубляемся. С вдохом расслабляемся. Пятки стремимся раздвинуть в разные стороны. А потом сдвинуть. И в этот момент, когда у нас происходит движение, мы чувствуем, как включаются в работу ягодичные мышцы. Расслабьте пятки. А теперь попробуйте коврик сдвинуть пятками мысленно. Итак, делаем вдох. С округлой спиной. Можно помогать себе руками. Вырастаем за макушкой вверх. Соберем ноги. Попереминаемся с ноги на ногу. Уберем напряжение. Можно восстановить дыхание. Если оно сбилось. Отлично. И сейчас мы опять уходим у ткатасана. Я к вам встану боком. Ноги на ширине тазобедренных суставов. Для усложнения ноги можно соединить. Для упрощения оставляем на уровне тазобедренных суставов. Раскрыть грудной отдел. Подверните копчик под себя. Макушкой вверх. Вдох. С выдохом подсгибаем ноги в коленях. Проверяем, что колени не выходят за линию пальц-ног. Как это определить? Когда вы смотрите вниз, вы должны видеть свои пальцы. Колени слегка отводим назад. Ягодицы направляем на невидимый стул сзади нас. Это может быть сначала небольшой присед, но со временем он будет все время больше. Подтяните низ живота. Слегка подверните копчик. Вдох. С выдохом можно вывести руки за шею, либо увести их в параллели с ушами. Вдох. На выдохе опускаем руки в пол. Низ живота и бедра складка. Арха-лапанасана. Ягодицами вверх. Пятки, ягодицы стремятся к одной прямой линии, перпендикулярно друг к другу. Можно уйти в утанасану. Более глубокий наплан. Можно остаться в арха-лапанасане. И следить за тем, что у вас не скругляется спина. Отлично. Итак, подсогните ноги. Уложите низ живота на бедра. Уведите пальцы рук в одну параллель с пальцами ног. Вдох. С выдохом отшаг правой ногой назад. Вдох. С выдохом отшаг левой ногой назад. И уходим в собаку мордой вниз. Я стану, а то в кадр не попадает. Чуть-чуть отойду. Ягодицами стремимся вверх. Если скругляется спина, подсогните ноги. Шея расслаблена. Лопатки от позвоночника в разные стороны. Вдох. Вдох. Выдох. Пятки стремятся в пол. Ноги стремятся к выпрямлению. Еще один вдох. И с выдохом опускаем колени в пол. И уходим в отдых в баланс. Ягодицы направляем на пятки. Лоб в пол. Восстанавливаем дыхание. Пару спокойных вдохов и выдохов в своем режиме. А затем мы переходим обратно в марджирясан. Позицию кошки коровы. Пальцы ног в пол. Между стопами расстояние стопы. Проверяем, что перпендикуляр бедра. Тазобедренные суставы и колени на одной прямой линии. Плечи, локти, кисти на одной прямой линии. Перпендикулярно полу. Вдох. И мы сейчас поработаем в динамике. Подтягиваем вниз живота. С выдохом направляем точку между лопаток вверх. Макушка, копчик вниз. Вдох. Грудной отдел вниз. Макушка, копчик вверх. Вниз живота подтянут. Выдох. Точка между лопаток стремится вверх. Макушка, копчик вниз. Шея расслаблена. Вдох. Грудной отдел вниз. И еще пару таких движений в своем режиме. Помним, что на вдохе грудной отдел вниз. На выдохе грудной отдел вверх. И последний раз. И занимаем нейтральное положение спины. На один сантиметр приподнимите колени от пола. Спина прямая. Опускаем ноги в пол. Переносим вес тела на левую ногу. Правая нога уходит в правый и вверх. Проверяем, что подвздошные кости смотрят вниз. Спина прямая. Поясничный прогиб изглажен. Подверните копчик на себя. И делаем круговые движения ногой. В одну сторону. Стремимся ногу выводить в параллели. Выше пятку выводить. Когда нога сзади. И как можно ближе подводить колено в груди. Когда нога направлена вперед. Остановились. И теперь в другую сторону. Пальцы правой ноги всегда смотрят в пол. Так вы будете понимать, что ваши подвздошные кости тоже направлены в пол. И таз закрыт. Последний раз. Опускаем колено в пол. Уходим в отдых. Позу ребенка. Балласана. Восстановите дыхание. Расслабьте мышцы, которые были напряжены. Еще один вдох. И с выдохом переходим обратно в кошку-корову. Пальцы ног в пол. Левая нога уходит влево. Подвздошные кости смотрят вниз. И делаем круговые движения. Ногой. Влево и вверх. В одну сторону. Пальцы левой ноги смотрят в пол. А теперь в другую сторону. Чувствуем работу ягодичной мышцы. Чувствуем жар в левом тазобедренном составе. Это первый показатель для того, что вы правильно выполняете упражнение. И последний раз. Останавливаем колено в пол. Уходим в отдых. Марджориасан. Отдохните. Восстановите дыхание. Делаем вдох на выдохе. Поднимаем корпус вверх. И ложимся на живот. Переходим с шалабхасами. Руки параллельно корпусу. Пальцы и ладони смотрят вниз. Пальцы рук. Вдох. С выдохом поднимите прямую правую ногу вверх. Подвздошные косточки. Лобковая кость. Стремятся в пол. Еще 2 секунды. Держим статики. На выдохе опускаем ногу в пол. Подбородок на полу. Итак, делаем вдох. С выдохом лобковую кость в пол. Левая нога прямая уходит вверх. Стремимся колено поднять от ковра. Стремимся переднюю часть бедра левой ноги также увести вверх. Нога прямая. Вдох. С выдохом опустили вниз. И еще один раз. На правую ногу. Подбородок на полу. Делаем вдох. С выдохом поднимаем правую ногу вверх. Задержали на 5 секунд. Активно работает ягодичная мышца. Вдох. С выдохом опустили вниз. Еще один вдох. На выдохе левая нога уходит вверх. Поддошные кости. Лобковая кость на полу. Давим лобковую костью в пол. Убираем напряжение с поясницы. Опускаем ногу. Расслабьтесь. Восстановите дыхание в своем режиме. Уведите руки под тазобедренные кости. Подбородок на полу. Вдох. И с выдохом поднимите правую и левую ноги вверх. Колени стремятся от ковра вверх. Бедра стремятся от ковра вверх. Подбородок на полу. Спокойное, ровное дыхание. Активно работаем ягодичные мышцы. Ноги прямые. Вдох. С выдохом опустите ноги в пол. И расслабьтесь. Восстановите дыхание. Расслабьте мышцы. И еще один раз. Подбородок ставим на пол. Вдох. С выдохом поднимаем правую и левую ногу вверх. Колени от пола вверх. Бедра стремятся отклеиться от коврика. Давим лобковой костью в кулачки из руки в коврик. Работаем ягодицами. Вдох. Подбородок на полу. Выдох. Еще один вдох. И опускаем прямые ноги на пол. Приводим руки из-под корпуса и расслабляемся. Восстановите дыхание. И полностью расслабьте все мышцы. Переходим в полную версию шалабхасаны. Подбородок на пол. Делаем вдох. С выдохом поднимаем одновременно грудной, отдел и ноги от пола. Делаем вдох на выдохе. Поднимаем руки от пола. Колени стремятся от пола вверх. Лобковая кость стремится в пол. Лопатки навстречу друг к другу. Плечи на одном уровне. Макушкой стремимся вперед и вверх. Побудьте в этом положении. Кто чувствует, что может идти дальше, руки в замок за спиной и в замок направьте вверх. Не зажимаем плечи. Плечами шею. Шея расслаблена. Еще один вдох. И с выдохом опускаем конечности и корпус на коврик. Расслабьте все, что было напряжено. Можно уложить кисть на кисть, лоб на кисть. Поза макарасана, крокодила, поза отдыха. И побыть в этом положении, в расслабленном состоянии, чтобы идти дальше. Вдох. С выдохом ложимся на бок. У нас сейчас та же самая тадасана, только в положении лежа. Пальцы ног смотрят на себя, пятки от себя. Вдох. С выдохом подверните копчик под себя. Включите в работу ягодичные мышцы. Вдох. На выдохе поднимаем пятку вверх. Опустили. Вдох. С выдохом пятка вверх. Опустили. Еще раз вдох. На выдохе пятка вверх. Опустили. Теперь поднимаем пятку вверх. Колено подтянули к себе. Пятку на ногу. И скользим по ноге. Такое круговое движение создаем. Скользим пяткой по ноге. И еще один раз. И последний раз. Отлично. Переходим в анантасан. Для этого поднимаем ногу вверх. Согнули в колени. Делаем замок тремя пальцами руки. За большой палец ноги. Выпрямляем ногу. Ловим баланс. Если сложно дотянуться, можно взять ремень. Зацепить за пальцы ног. И помочь себе. Но лучше не висеть на ремне. Дотянуться все-таки до пальца. Можно подсогнуть ногу. И работать в этой амплитуде. Выталкивать пятку вверх. Сгибать ногу. Еще раз. Столько, сколько получается. И еще один раз. Так вы больше почувствуете работу, нежели будете пользоваться ремнем. Чтобы был баланс и вас не крутило в разные стороны, включайте в работу мышцы коры. Чем сильнее работают пресс, мышцы коры, тем вы более устойчивы и стабильны. Вдох. С выдохом опускаем ногу. И переходим на другую сторону. Я перевернусь, чтобы не быть к вам вне лица. И потом вы можете просто перевернуться. И точно так же. Пятки от себя, низ живота подтянут. Лобковая кость вперед и вверх. К ребрам копчик под себя. Поднимаем ногу вверх. Опускаем вниз. Вдох. На выдохе нога вверх. Опустили вниз. Еще один вдох. С выдохом нога вверх. Опустили вниз. Теперь поднимаем ногу вверх. Колено груди. Пятка на ногу. И скользим по нижней ноге. Такое круговое движение. Нога вверх. Пятка вниз. Скользим. И еще два раза. И последний раз. Отлично. Переходим в анантасану. Пятки от себя. Носки на себя. Ниже живота в тонусе. Подворачиваем копчики. Ягодичные мышцы включаем. Работают мышцы пресса и кора. Вдох. С выдохом нога вверх. Колено к себе. Замок. Тремя пальцами левой руки. За большой палец левой ноги. Подтянули низ живота. На выдохе выпрямляем ногу. Столько, сколько получается. И толкаем пятку вверх. Лопатки навстречу друг к другу. Спокойное, ровное дыхание. Напомню, что можно воспользоваться ремнем. И удлинить как бы руку. Но в идеале лучше подсогнуть ногу и стараться работать в динамике. Подсогнуть, выпрямить. Подсогнуть, выпрямить. Либо задержаться в статике и толкать пятку вверх. Лобковую кость мы направляем вперед и вверх к нижним ребрам. Держим баланс. Вдох. С выдохом опускаем ногу в пол. И ложимся на спину. Переходим к упражнениям лежа на спине. Выпрямляем ноги. Проверяем, что поясница у нас лежит на коврике. Если чувствуете, что здесь у вас пустота, есть зазор, направьте лобковую кость вверх в потолок. Как бы включите в работу ягодичные мышцы. Слегка подсогните ноги. Но первичнее уложите поясницу, чем выпрямить ноги. Итак, делаем вдох. Вам также может здесь понадобиться ремень. На выдохе поднимаем правую ногу вверх. Пятка смотрит в потолок. Угол бедра и корпуса 90 градусов. Если сложно держать ногу прямой, и она у вас не выпрямляется, возьмите ремень. Направляйте пальцы ног на себя, а пятку толкайте вверх. И почувствуйте растяжение по задней поверхности правой ноги. Итак, немножко поработали на вытяжении. Теперь делаем вдох и с выдохом опускаем пятку до уровня 70 градусов. Проверьте, что у вас поясница на полу. Если нет, еще раз подсогните левое колено и направьте копчик под себя. Вдох с выдохом 30 градусов. Вдох, на выдохе нога в пол. Два цикла дыхания в своем режиме. Глубокое дыхание, установите его. Теперь делаем вдох. На выдохе поднимаем левую ногу вверх. Если нога не выпрямляется, пользуемся ремешком. Стремимся пятку направить в потолок. Выпрямить ногу. Почувствуйте натяжение по левой поверхности ног. Потянули слегка. Отлично. Убираем ремень. Пятка вверх. Делаем вдох на выдохе. Угол 70 градусов. Нога вниз. Нога прямая. Работает передняя часть бедра. Поясница на полу. Копчик под себя. Подверните его вверх. Вдох с выдохом. Нога 30 градусов. Проверяем, что поясница на полу. Это очень важно. Если нет, подсогните правую ногу. Прижмите поясницу. Вдох с выдохом. Нога уходит в пол. Еще раз восстановите дыхание. Подышите в своем режиме. И мы переходим к выполнению этой асаны в полном ее варианте. Итак. Либо одновременно поднимаете две ноги вверх. Либо поднимаете по очереди одну, затем другую. Либо вы можете согнуть ноги в коленях и поднять ноги вверх. Выберите доступный для вас вариант. Проверяем, что поясница на полу. Возьмите ремень, если ноги у вас согнуты и не могут выпрямиться. И слегка потяните заднюю поверхность ног. Без фанатизма, без болевых ощущений. Просто чувствуйте легкое вытяжение. Направляем пятки вверх. Подтягиваем низ живота. Прям направьте пупок к позвоночнику. Вдох. И с выдохом опускаем две ноги до уровня 70 градусов. Не выталкиваем живот. Живот наоборот втягиваем вовнутрь. Вдох. С выдохом 30 градусов. Поясница на полу. Если нет, подсогните ноги. Вдох. С выдохом опускаем ноги в пол. Здесь можно полностью расслабиться, выпрямить руки и подтянуться в разные стороны. Либо можно взять себя под коленями и слегка покрутить вперед-назад. Переходим к следующему упражнению. Устанавливаем. Стопы на пол. Между стопами расстояние еще одной стопы. Можно взять блок. Уложить его между ног. Мы не будем делать в полном варианте эту асану. Мы просто поработаем в динамике. Делаем вдох. Подтягиваем низ живота. Руки параллельно корпусу ладони в пол. На выдохе. Поднимаем лобковую кость и ягодицы вверх. Лежим на лопатках. Вес на стопах. Шея расслаблена. Шеи не крутите ни вправо, ни влево для травмы безопасности. Грудной отдел направляйте к подбородку. Колени и пятки на одной прямой линии перпендикулярно к ковру. Голень перпендикулярно к коврику. Вдох с выдохом. Позвонок за позвонком. Опускаем вниз. Копчик, крестец. Последнюю очередь. Итак. Вдох с выдохом. Поднимаем ягодицы вверх. Лобковую кость вверх. Грудной отдел накатываем на подбородок. С выдохом опускаем позвонок за позвонком. Крестец. Копчик в последнюю очередь. И еще раз. Ягодицы вверх. Лобковую кость вверх. Низ живота подтянут. Грудной отдел стремится к подбородку. Шея расслаблена. Вес на лопатках, на стопах, на ладонях. С выдохом. Позвонок за позвонком. Опускаем вниз. И последний раз. Делаем вдох. На выдохе поднимаем ягодицы. Лобковую кость вверх. Низ живота в тонусе. Грудной отдел стремится к подбородку. Голени стремятся к перпендикуляру. Сковором. Вдох на выдохе. Позвонок за позвонком. Опускаем вниз. Убираем блок. Подтяните себя. Коленями груди. Покатайтесь, чтобы убрать напряжение. Если сложно кататься и какие-то болевые ощущения в позвоночнике, то такое бывает. Можно просто потянуть себя в разные стороны. Расслабиться. Еще раз напрячь потянуть. И расслабиться. Через правый бок. Аккуратно. Садимся на ягодицы. Для компенсации сделаем другую асану. Ставим ноги на ширине как можно шире. Пальцы ног смотрят вверх. Между ногами желательно угол 90 градусов. Упавить штаканасану мы сейчас будем с вами делать. Руки заводим за спину. Макушкой вырастаем вверх. Подтягиваем низ живота. Проверяем, чтобы поясница не скруглена. Если скругляется, положите под ягодицы блок. Подсогните ноги. Руки за спину. Вдох. И с выдохом пупок направляем в пол. Еще раз делаем вдох. С выдохом грудной отдел стремится в пол. Спина прямая. Лопатки навстречу друг другу. Вдох. С выдохом выпрямляем ноги. Спина прямая. Еще раз вдох. С выдохом стремимся пупком в пол. И можно поделать круговые движения с одной стороны. Другую. Уводя в центре корпус как можно ниже. Такой полумесяц. И еще раз остановились в центре. Направляем пупок в пол. Выводим руки вперед. Лопатки навстречу друг другу. И как будто вы ладонями тянете коврик на себя. В этот момент прям чувствуете, как у вас включается в работу мышцы спины. Чувствуем работу по задней поверхности ног. Низ живота подтянут. Ягодицы активны, нерасслаблены. Ягодицы также дают в пол. С выдохом мы уходим все ниже в наклон. Со вдохом расслабляемся. С выдохом углубляемся. И теперь последний раз вдох. И на выдохе вырастаем за макушкой вверх. Можно помочь руками. Соединяем ноги. Переходим в пурваттанасану. Выпрямите ноги. Ноги можно оставить на ширине тазобедренных суставов. Либо соединить. Руки слегка назад. Прямые руки. Делаем вдох. На выдохе поднимаем ягодицы вверх. Лаповую кость вверх. Низ живота подтянут. Пальцы ног стремятся в пол. Раскрываем грудной отдел. Выталкиваем весь корпус вверх. Чем активнее работают ягодицы, тем вам проще находиться в этой осы. Опускаем ягодицы в пол. Уходим в наклон. Пальцы ног смотрят вверх. Можно подсогнуть ноги. Создаем складку низ живота и передней части бедра. Можно руки оставить сзади. Ашчиматанасана. С выдохом выпрямляем ноги. Спина прямая. Макушкой стремимся вверх. Пупком стремимся к бедрам. Выводим руки вперед. И стягиваем коврик на себя. Опять работают мышцы спины. Чувствуем. Спина прямая. Если позволяет уровень практики, можно ввести руки вперед. За стопы. Пальцы ног смотрят вверх. Ноги стремятся к выпрямлению. Спина прямая. И можно уйти в наклон. Если пока уровень практики не позволяет ничего страшного, вы можете находиться в том положении, которое вам доступно. Важно, чтобы спина была прямой. Попок стремился к бедрам. И происходила такая ротация в тазобедренных суставах. То есть мы не за счет спины уходим в наклон, а за счет того, что крестец стремится назад, а зона промежности стремится в пол. Итак, вдох. С выдохом вырастаем за макушкой вверх. Ложимся на спину. Последнее упражнение в цикле наших асан. Скручивание. Руки на уровне плеч. В разные стороны. Стопы скользят по ковру. Пятки к ягодицам. Делаем вдох. На выдохе подтягиваем низ живота. Правую ногу выпрямляем. Еще раз делаем вдох. И на выдохе левое колено направляем в пол. Правое и левое плечо лежат на полу. Если чувствуете, что колено не достигает пола, возьмите блок, положите под колено блок. И производим легкое скручивание от центра живота через центр груди, через левое плечо влево. Подбородок направьте влево. Вдох. Плавный выдох. Еще раз делаем вдох. Подтягиваем низ живота. И вырастаем левым коленом вверх. Правая нога к ягодице. Пятка. Левая нога выпрямляется. Уложите сразу блок с левой стороны. Делаем вдох. Укладываем поясницу на пол. Подворачиваем лобковую кость. Копчик. С выдохом опускаем правое колено влево. Подбородок стремится вправо. Ягодицы отталкиваются от пола. Скручивание от центра живота через центр груди, через правое плечо вправо. Правое и левое плечо на полу. Это первое очередное. Правое колено, если не достигло пола, кладите его на блок. И чувствуем, как у нас происходит вытяжение, скручивание. Еще один вдох. С выдохом подтягиваем низ живота. И вырастаем правым коленом вверх. Выпрямляем ноги. Ладони направляем в потолок. Ноги раскидываем в разные стороны. И переходим к позе расслабления. К шавасане. Не игнорируйте эту асану. Обязательно используйте ее. Расслабьте полностью все тело. Восстановите дыхание. Почувствуйте, как грудная клетка на вдохе поднимается вверх. На выдохе грудная клетка опускается вниз. Расслабьте шею. Челюсти. Плечи. Грудной отдел. Низ живота. Расслабьте руки и ноги. Постарайтесь ни о чем не думать. Я сейчас отключаюсь. А вы буквально 5-7 минут побудьте в позе отдыха и расслабления в шавасане. Настройтесь на хорошее настроение. Плодотворный день. Я благодарю, что вы были со мной. Всего вам доброго. Расслабляйтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...